Продолжение следует... В эфире экстренный выпуск новостей. К Земле приближается инопланетный корабль с целью ее уничтожения. По прогнозам Воздушно-космических сил Российской Федерации, он будет на орбите нашей планеты уже через час. Нам остается только молиться. Ума 1 и Д2. Ответный удар. Настало время уничтожить эту планету. Ведь раса людей не ценит то, что у них есть. А начну я, пожалуй, с этого места. До энергетического выстрела осталась одна минута. Координаты точки поражения. Город Доброград. Информация о точке удара. Основная концепция Доброграда – это актуальная городская инфраструктура, сохранение природы и качественное доступное жилье всего в двух часах от столицы. На территории Доброграда есть благоустроенная зона с парками, детскими площадками, спортивный комплекс с собственным аэродромом. Сопоставив все данные, можно смело сказать, что это город мечты. Даже на окраинах Млечного Пути я не видел такой красоты. До уничтожения Земли. 5, 4, 3, 2, 1. В эфире экстренный выпуск новостей. Только что нам сообщили, что уничтожение Земли отменяется. Инопланетяне влюбились в город Доброград во Владимирской области и теперь сами переезжают туда жить. К черту формальности. Друзья, я так счастлива, сука, это лучший день в моей жизни. Ваш космический капучино на Банановом. Спасибо. Хорошего дня. И вам. Только здесь в Доброграде работает особая экономическая зона с налоговыми льготами для резидентов. И это чуть ли не самые выгодные условия во всей галактике. А по промокоду музыкалити вы можете получить 10% скидку на проживание в парк-отеле Доброград и скидку 50 тысяч рублей на покупку любого объекта недвижимости. Ага, понял. Но мне, пожалуйста, Турбоэспрессо и Сатурн в бублик. Прямо сейчас сделаю. Приезжайте. Молодая певица, в чью честь когда-то назвали целый город, Аня Покров. И официальное лицо кризиса среднего возраста, человек, который в 40 лет понял, что он диджей, Сергей Бурунов. Здравствуйте. Здравствуйте, мадемуазель. Ну, слушайте, ты встретился с поклонником. В сколькие программы я тебя приглашал. Ну, я пришел. Вот, и сюда пришел только потому, что тебя Вася попросил. Неправда. Так я тоже поклонница. Да, хорошо. Я тоже все фильмы смотрела. А ты знаешь, что ты звезда ТикТока? Он же звезда ТикТока. Ну, вырезки с фильмов, сериалов. Именно вырезки. Вот. Вот это самое главное, что вырезки. Да, можно вырезку Бурунова мне? Заверните. Да. Двести грамм. Полкилот. Поняли. Вот. Нет, я видел там дети что-то делают, прыгают там, монтируют сами. Вот. Вот это вот. Все. Это на этом ограничивает. Вот дети. Бегаем, прыгаем, получается. Вот эти дети. Вот она прыгает, бегает. Понимаешь, да? Так. И какую машину сейчас собралась покупать? А как так быстро информация доходит? Я Мерседес. А. Какой? ГЛС. А? Сколько он стоит? Ну, я не новый, 19-го года. Я, пожалуй, пойду диплом сдам. 19-го года. Понимаешь? Понимаю. А что, за это деньги платят, да? Прямо такие? Ну, за рекламу. Конечно. А не просто за то, что танцую. У нас там сколько подписчиков? Много? Много. Сколько? В ТикТоке 11 миллионов, в Инстаграме 6. 11 миллионов. Ты знаешь, я что-то не у меня такое ощущение, что я не туда свернул. Я даже скажу, где и когда, да. Скажи. Ну, лет в 19 ты не туда свернул. Согласен. Согласен. Вот. Тогда надо было тебе дать в руки ТикТок, и ты бы... Ну, не уверен, что я бы справился, но... Но у нас были диафильмы. Диафильмы. Это просто... Не надо сейчас плакать начну. Зачем ты сказал диафильмы? Это триггер. Так, хорошо. Я понял, просто... Сережка просто завис на твоем Мерседесе, и так не может и отойти. У меня сейчас должно пройти время. Да, да. Сбил, сбил. Да, срочно. Когнитивный. Я еще не купила, сейчас сглазим. Сейчас мы добьем, добьем, Сережку. Сколько тебе лет? У меня 21. Ну, не 18. Давай так, что, Серега, у тебя было в 21 год? Давай, перечисляй. Вот, ну, чисто свое. Материальное или что ли? Ну, предметы, конечно, конечно. Ничего. Ну, ты же не голый ходил по улицам. Нет, ну, не голый, но в чем-то ходил. Но в 21 год я... Носки были? Носки были, ну, что-то было. Свои? Ну, конечно. Так, штаны? Штаны, что-то там, ну, джинсы какие-то были. Что-то я носил, но это так не важно было. Чем ты занимался в 21 год? В 21 год я поступил в Высшее театральное училище имени Щукина. Ну, уже хорошо. Да, поэтому как-то... А что ты делал? Что-то ты поздновато поступил. А я же сначала же, я был, я же летчиком хотел стать. А, да. Вот. У нас интеллигентная передача или... Нет. Можно, да? Ну, поскольку я распиздяй, вот. Вот, поэтому меня отовсюду выгнали, и я поступил в театральный институт. Угу. Вот. Все ясно. Ну, и до 21 года. Это что, это было какое-то военное училище? Военное училище, да, нет. Ну, сначала я хотел быть этим самым... Летчиком. ...гражданским, чтобы, ну, на гражданских лайнерах летать, и чтобы... Тамара, принесите кофейку нам. Вот, вот это вот, чтобы все красиво. А потом что-то мне, это, в голову ударило, решил поступить в военное. Вот. Ну, и пожалел об этом в первый же день. Вот. То есть мне объяснили там, как нужно Родину защищать, и я как-то, у меня, когнитивный диссонанс случился. И вот в 21 потом туда свернул. Угу. Ты так описал трагически свою жизнь. Ну, это был путь, конечно. У тебя есть сейчас Тамара, которая может кофе принести? Нет, ну, в смысле, стюардесса? Да, зиверт. На выверт. Ничего личного, я просто вырвалась, извините. Иногда будет вырываться, предупреждаю. Да, пожалуйста, конечно. Тамара? Ну, бывает. Бывает. Ты знаешь, ты настолько органичен. Смешно даже, когда ты просто русское имя говоришь. Ну, в данном случае не совсем... Да, просто Тамара. И все, и уже смешно. Так, хорошо. Но в 21 год я даже не думал, что у меня когда-то будет вообще автомобиль. Я уже понял. Ты вообще сказал, что я ничего не был. Ну, конечно. Времена-то были веселые. Вот. И я... Да. А это же... У меня первая машина была Киорио 2010 года на механике. А была еще первая машина? Да. Круто. Я сама купила. В детстве, что ли? Я не понимаю. Нет, год назад уже продала просто. А, понятно. Просто так вот. Да. У тебя была в 17-е, была в 19-е машина? Ну, вот видишь. Да. Аня, объясни нам, пожалуйста, с дядей Сережей. Почему вы все тиктокеры вдруг запели? Что случилось? Можно же было пойти в летчики, в повары? Почему именно эта профессия? Ну, мы же не считаем себя певцами и не говорим, что мы хотим стать в одни ряды с великими. А что ты так перепугалась тут? Ну, просто так сказать. Короче, просто прикольно, весело. Это ответ из серии «Уроки. Вали карнавал», да? Так. Да. Круто, весело, это что-то новое. Да мы везде, на самом деле, сейчас. Мы же не просто блогеры. У нас ребята там в сериале снимаются, кто-то ведущими становится. Они еще и твой хлеб отнимают. Вот, кто-то поет, рисует. Ну, просто мы везде сейчас. Понимаешь, такая ситуация, Сережа? Трагично. Либо ты уходишь в тикток, либо тебя уходит в тикток. А что я там буду делать? Танцевать. О-о-о. Почему ты решила? Морды, рожицы корчить. Морды корчить. Разве нет, это наша профессия? Точно. Мне на самом деле интересно узнать, насколько ваши поколения отличаются. Наверное. Да. И я хочу провести с вами самое удивительное интервью. Удивляться в нем будете вы. Я называю какой-то факт. Если этот факт про вас, вы должны сказать, откуда ты знаешь. А если этот факт не про вас, просто промолчать. Хорошо. Хорошо. Итак, поехали. Самое удивительное интервью Саней Покров и Сережей Бруновым. Ваши подружки лучшие в мире. Откуда ты знаешь? Вас вымораживают тиктокеры. Откуда ты знаешь? Вы целовались на этой неделе? Откуда ты знаешь? Вы постоянно экспериментируете с прической. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Ваш любимый выпуск «Дудя» с Сергеем Бруновым. Откуда ты знаешь? Это я подмазала. Респект от тиктокеров. Между фильмом с Бруновым и Ди Каприо вы выберете второе. Он озвучивал Ди Каприо. Вы озвучивали Ди Каприо? Да. В каком году? Во всех фильмах. С 2005 года. Только он. Представляешь? Вы сейчас угораете, наверное. Нет, серьезно. Не угораем. Да, представляешь? Нет, я серьезно, это не шутка. Шутишь? Нет. А когда наш фильм в прокате выходит в Америке, все роли Брунова играет Ди Каприо. Ну, это откуда ты знаешь? Слушай, я забыл самое главное спросить. Да. Ты же у нас теперь диджей. Да никакой я не диджей. Нет, ну это хобби. Ну, нет, у меня... Ну, диджей, 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 ты диджей. Да, нет, нет. Кислоты диджей. Эй, кислоты диджей. Давай его подразним. Ты говоришь, смотрите, давай. Смотрите. Бурунов, ты диджей. Смотрите. Смотрите, вот он, диджей. Ну, насыпайте, насыпайте. Мой огород открыт. Ну, расскажи, собрался делать музыкальную карьеру? Нет, я не собрался делать музыкальную карьеру, потому что, ну, это... Надо менять профессию тогда. Почему? Ну, а когда это делать? Это этим надо заниматься, как сказать, погружаться в это полностью. Сколько людей потрясающе успешно это совмещает? Харатьян, певцов. Они что, да? Это? Да, все. Сет за сетом. Серьезно? Диджей Харатьян. Я не знал. Ты что, не видел? Нет. В Мутаборе ночью, нет? Ты сейчас серьезно говоришь? Ты что делаешь? Конечно. Ты меня сейчас это... У меня это... Пульс повысит сейчас. Ты первый не музыкальный гость. А он музыкальный. Ну, уже музыкальный. У нас Харламов был в прошлом выпуске. Ну, как бы Эдуард Суровый. Харламов диджей тот еще. Тут не обязательно диджей. Тут просто люди, которые поют. А, точно, да. Он же поет. А ты же поешь? Ну, бывает. В душе. Ну, в душе нет. Бывало, в караоке я был замечен. Расплескалась синева, расплескалась. Я пел группы «Голубые береты». Вы, наверное, не знаете. Господа офицеры, у меня был хит. Первый случай, когда эта песня исполнялась голосом Ди Каприо. Естественно, да. И имел успех. Обычно, когда мы начинаем, я прошу от наших гостей какой-нибудь вариант слова «поехали», «начали». Тяу-тяу-тяу. Рэй Вон. Перед тем, как начать, я поделю между вами колонку. А? У нас всегда так. А? А, это под колонку было? Я уже... Конечно. Нет, она еще жива. Итак, друзья, новый выпуск «Музыкалити». Сергей Бурунов, Аня Покров. И мы начинаем с уникальными звуками. Тяу-тяу-тяу. Рэй Вон. Ночевать будем в машине. Орбит в ее волосах. Круги на моих глазах. Обычные вещи не тянут назад. Вечно помнит мне, кто я. Кто я? Получать поебалу, но стоя. Жить без зарплаты – мой профиль. Тяготь и жизнь для должного кроя. Я так и не стал богатым. Не смог дать, что тебе надо. Со мной все те же ребята. С тобой сын депутата. Но только лишь Богу все здесь одному. Как я оказался вновь глаз твоих плену. Но только лишь Богу все здесь одному. Как я оказался вновь глаз твоих плену. Как же тебя мне давно не хватало. Останавливать? Ну можно. Сергей слушает внимательно. Это кто? Я тоже не знаю. Ты с такой претензией. Это кто? А ну зови его сюда. Кто это? Ну я так понимаю, ты не знаешь, кто это. Ты знаешь? Я тоже не знаю. Мне что-то нужно сказать, да? Понравилось? Желательно, чтобы как-то что-то прозвучало с этой стороны. Слово саунд-дизайнеру. Мне бы хотелось, чтобы смысл текста был понятен. Я не понял ничего. Это многим бы хотелось. Да? Да. Ну вот видишь, я не одинок, значит? Угу. Я не понимаю. Ну, мне кажется, тут как раз таки был смысл. Что вы говорите? Я одинок, а у тебя сын депутата. Вот. Но я такой музон не очень люблю. Но он качает. Качает, да? Ну, а какой, в чем смысл? Войбовый. В чем смысл, как тебе показалось? Ну, он там один остался, что-то про любовь трек. У них какие-то нелады. Бедный парень с региона, наверное. Этот трек, мне кажется, очень зайдет в красноармейском. Аня, я понял. Я тебе буду звонить, буду консультироваться, потому что ты так классно все это раскладываешь. Перевожу текст онлайн без регистрации. Как вы это уже увидели? Даже это, ну, я не понимаю, это же рифма должна быть какая-то, правильно? Там есть сыном бензином. Это реп, да? Реп. Он говорит, я не стану богатым, а у тебя что-то там уже депутата. Вот, это важно. Сейчас в современных песнях необязательно понимать текст. Да что вы говорите? Ну, иногда нужно просто слушать и качать. А что ты хотел? Слушать и качать, чтобы вайбово было. А, вайбы были, да? Ну, чтобы вайбы, чтобы раскачивало. Христос небесный. Сейчас все. После этой программы я отращиваю бороду и уезжаю в... А, и закрыли уже этот монастырь. Нет, я уезжаю дальше. Вот. Ловить рыбу. Вот. Но я все-таки скажу. Черт, сердцебиение даже началось. Мне бы хотелось, если человек выходит на сцену или что-то исполняет, да? Какую-то композицию. У нее есть какая-то штука, чтобы высказаться, да? Какая-то мысль. Посыл какой-то. Да, посыл, да, правильно. Вот. Правильно, браво. Я хочу это слышать, я хочу понимать. А не... А, не, Юрий Иванович, не, я поебалу и что... А, это я услышал, понятно. Вот давай так, давай так, слушай. Можно же сравнить это с оперой? Ну, вот ты приходишь в оперу, ты что, все понимаешь, что ли? Нет, конечно. Либретто надо знать. Ну, вот, вот те либретто. Ну, там либретто дают, если что. Ну, вот я тебе дал, что, у тебя гугл всегда. Раз, взял либретто, слушаешь, читаешь, понимаешь. Ну, ты сравниваешь-то. А что? Ну, как что? Ну, опера, опера, это сложнейший вообще вид искусства. Драматического поэзии, музыки. Великой музыки. Вот они говорят. Земфира неверная, земфира охладела. Ну, это красиво. Спасибо, я старался. Это же красиво. Вот это, встань, впервые такая приятная лесть. Ой, ну ладно. Ну что, надо же поставить оценки. Кто это вы не знаете? Давайте я сейчас вам скажу. Я не знаю. Итак, это вот Солуки. Помогали ему 104-й. Да, фичеринг совместно. И Белик. Как тебе вообще вот горячий монолог старшего поколения про смыслы? Я на самом деле не очень люблю такую музыку. Ну, я считаю, что она имеет место быть, потому что сейчас это модно, и многие любят просто послушать музыку, как раз таки не вслушиваясь в слова, в текст, просто чтобы для настроения. А можно какой-нибудь припев из твоего, чтобы мы оценили тут с Серегой уровень лирики? Ну, вот это вы начали. Ну, последний предатель. Ну, напой. Ты мой последний предатель, которого я не прощу. И дальше я полпесни плачу. И я плачу, плачу, уходишь, желаю удачи. А я чувствую, Доля, она уже выезжает к нам. Значит, да. Но я не называю себя певицей, ладно. Так, ну что? Немного было напряжения за этим столом. Посмотрим, как оно отразится на оценках. Итак, что этот коллектив получает от Ани Покров? Давай пять баллов. Один. Так, отлично. Жестко. Пять, один. I love you, Серега. И, внимание, голос из народа. Привет, меня зовут Софи, мне 22 года. Я живу в Москве и работаю креатором в рекламном агентстве. Давайте послушаем ваш трек. Этот трек есть у меня в плейлисте. Это Аника, это Салуки, это Билик. Я просто... Я очень люблю Анику, и поэтому все, что она выпускает, это автоматически становится моими любимыми треками. По поводу мата. Мат меня абсолютно не смущает. Во-первых, я в жизни достаточно много матерюсь, и от этого никуда не деться. Во-вторых, рэп задумывался как музыка улиц, и в рэпе это звучит логично. Это не какой-то певец с многолетним стажем, который поет какие-то песни о родине, и там внезапно проскальзывает мат. Нет, здесь это вполне органично. Этой песне я поставлю, наверное, 9 баллов, потому что это не самая моя любимая песня у этих исполнителей, но она неплохая. Итак, Ань, 5, Сережа, 1 и 9. Итого 15 баллов получает этот коллектив, и, к сожалению, не попадает в наш чарт, потому что у нас... Там высокий балл. Да, высокий проходной балл. Салуки, Аника, Билик, пока. По криминалике. По криминалике. Ну что же, первую песню мы прошли. Аня и Сережа, так сказать, все ближе к четверке оставшихся треков. Итак, второй трек. Ты можешь колонку взять прямо. Так медленно тает туман. Я знаю, что ты не одна. В бокале так мало вина. Мой сон по чуть-чуть утихал. Я видел слепые глаза. Я слышал немыслово. Так медленно тает туман. Я знаю, что ты не одна. В бокале так мало вина. Мой сон по чуть-чуть утихал. Я видел слепые глаза. Я слышал немыслово. Я слышал немыслово. Чем, сука, люби, когда в ноль. Ты в боде, но не буди. Жив вроде, но не тузил. Но против меня нет. Ты не целую группу сброси. Так медленно тает. Можно, да? Да, там вообще классный отрывочек дальше. А, еще дальше? Из тиктока там есть отрывочек. Ночь это утихал. Улыбка типа оскал. Хочешь, дождемся. Тебя таскал. По брендам и бутикам. А, ну ты все сказал. Наизусть знаю. А, наизусть знаю, значит, слова поняла? С 50-го раза. Нет, ну здесь лучше понятны слова, нет? Смысл мне не ясен. Опять смысл. Да что ж ты достал-то со своим смыслом-то? Это просто, как это, звукопись, да? Это чтобы немножко гласный или согласный. Ну а ты считываешь настроение, эмоцию, которую передает исполнитель голосом. Знаешь, какая штука? Я не совсем понимаю. Может быть, это модно. Я не знаю, почему все исполнители, почему они все вот так поют? Это так надо? Да, ты прав. Сейчас стиль, да, такой. Это что это за стиль? Стильочек. Вот это, вот это, что это, через губу. Ну такой кальянный рэпчик, типа. Ну хотя Рамилья не скажет. Как еще раз? Кальянный рэп. Кальянный рэп? Это я, да, слышал об этом, что-то мать писала мне. Музыка, с музыкой все ясно. У меня такое ощущение складывается, что вот таким подобным коллективом пишут эту музыку одни и те же люди, меняя местами аккорды. Вот. Не совсем замысловатые. Ну это же разные жанры. Вот это песня, под которую уже густи расходятся. Причем очень быстро. Серьезно? У Рамильки, на самом деле, очень много классных треков. Это Рамиль? Да. Где он именно поет. Да, это Рамиль. Рамиль. Сон. Это, кстати, первое место в чарте ВКонтакте. Первое место. Первое место. Самый популярный трек вот сейчас был. Ты был когда-нибудь на первом месте в чарте ВКонтакте? Нет. А Рамиль был. 20 лет ему. У него хугряшки такие. Ну молодец. Ламборджи ничего не беспокоилось. У него очень крутой голос, на самом деле. Он правда поет. Ну я послушаю, но сейчас ты, как я, конечно, так судить. Меня же просят вот про эту композицию сказать. Серега, не сдавайся. Я не сдаюсь. Нет. Я останусь при своем мнении. Бейся до конца. Слушай, я знаю наших зрителей. Музыку можно было сделать поинтереснее. Слушай, вот, а потом у нас будут спрашивать в комментариях, а что вообще Бурунову нравится? Что мне нравится? Ну что-то современное. Не Битлз, а вот сейчас. Мне нравится очень творчество такого музыканта. Его зовут Борис Брейчер. А невыдуманные фамилии? Это невыдуманные фамилии. Его действительно так зовут. Но он же не отечественный. Он из Германии. Европейские. А русские. Про наши. Да, ну мы же... Интересно про нас. Би-2. А современные? Нет, подожди, ну современные. А бидва не современные? Это классика. Это классика. Конечно уже. Ах, это классика уже. Ну соглашусь. Соглашусь. Хорошо. Вот из этого направления или кальянный риф? Не, не обязательно, не обязательно. Просто из современного. Мне приятно наблюдать, как ты купируешь матерные слова. Ты их сглатываешь прямо. Я сглатываю, да. А что ты их сглатываешь? Потому что они рвутся. Ну зачем? Потом опять мне скажут, нужно мыть рот эти. Вот, напишут. Хитеры. Да. Зачем? Не надо. Все-таки интеллигентный перечень. Рамилька правда классный. Ну я понимаю, классный парень это не профессия. Вообще, что Аня обсуждает с отцом жениха. Обязательно. Рамилька правда классный, он славный парень. Пусть покажет уровень, продакшн какой-то. Ну вот он такой хороший, такой милый. Ну это по мне. Милый, милый. Я правда люблю Рамильку, ну поэтому давайте 7 баллов. Чисто потому, что это... А что, как будто у тебя вы торговываете баллы. Ставь сколько хочешь, Рамиль. Нет, 7 баллов. Ладно. 4. Вот, уже не один. 7, 4, давайте послушаем нашего зрителя. Всем привет, меня зовут Данил Патлин, мне 24 года, я из Тюмени. И я работаю телеведущим. Включайте вашу песню. Так медленно тает туман. Я знаю, что ты не одна. В бокале так мало вина. Мой сон по чуть-чуть утихал. Я видел слепые глаза. Я слышал немые слова. Я слышал уже слова. Средняя, средняя. Я просто не слушаю такую музыку. Я не поклонник такой музыки. Это больше такая, знаете, кальян-рэп-тусовка, которая, ну, конкретно меня не привлекает. Но трек неплохой. Неплохой для вот этой тусы, потому что в нем есть мелодичность, есть свойственные этому жанру напевы, есть, ну, исполнитель. Его там роль, ну, она четко видна. Он там поет, ну, как обычно, все в этом жанре. Ну, вот, ну, среднестатистический трек этого жанра. Вот что я могу сказать. Я этой песне ставлю троечку. Троечку. Она звучит где-то в какой-то кальяне, и меня там нет. Да, суровые у нас сегодня судьи и по ту сторону экрана. Итак, 7 баллов от тебя, 4 от тебя. Итого 11, и 3 от зрителя. Итого это будет 14. Вообще мало. Мало. Соженели. Нас в комментариях убьют, отвечают. Этот трек очень любят люди. Итак, ну что, Рамиль, дорогой, мы вынуждены с тобой попрощаться. Не убивай нас. Скажи, пока, Рамилька. Пока, Рамилька. Дядь Сереж? Рамиль, всего доброго. Да, ну реально, как будто с батей не договорились. Не будет его. Ну, применали. Да, мы бездарили. А ты вообще в отношениях сейчас? Дай нам какой-нибудь намек. Началось. Ну, все хорошо у меня в личной жизни. Ну, бывает, все хорошо. Как на личном личном, для всех не публично. А правильно я понимаю, что вы стараетесь не светить друг друга, вторую половинку, чтобы от вас не отписывались? Что? Ну, типа, знаешь, как мальчики, которым ты нравишься, они поймут, что у них уже нет шансов. Не, мне кажется, это как раз таки раньше было такое у звезд. А сейчас многие не рассказывают о своей личной жизни чисто потому, что хотят, чтобы она оставалась личной. Ну, потому что счастье любит тишину. Ну да, ну мы, по сути, подростки, подростки, у которых отношения и о которых не хочется кричать и выходить. Мы так постоянно на виду, 24 на 7, за нами следят подписчики. Да, мы простые подростки на Мерседесе. 24 на 7? 24 на 7. Нет, это он просто просит тебя умножить 24 на 7. Это чисто батин вопрос, а он 24 на 7. Вот так, 38. Что 38? Ой, пошутила, 28. Я случайно, правда, случайно. Нет, 24 на 7 умножить. А, все, я вообще молчу. Не надо, сейчас потеряем ее, не надо, Максим, остановись. 168. Нет, подожди. 24 на 7. 7, 4, 28. Это того 98. Кого того? Соберись, 24 умножить на 7. Блядь. Соберись. 168. Правильно все, я же все сказал. Ну я просто правда не отечею. Я не настолько тупая, но тупая, но не настолько. А потом реально все говорят тиктокеры. Чего? Типа дураки, что ли? Ну это неправда. Это не по душу. Да это неправда. Это неправда, давай, давай, 34 на 6, давай. Докажи им, влепи, мы сейчас таймер запустим. Мы с Серегой засекаем, давай, конечно, что. Да нет, давай понизим планку, давай, да. 34 на 6, 24, 24, 2, 6 и 3, 18, итого 204. Ну абсолютно верно, конечно. Ну слава богу. Давай, автор «Войны и мир». Толстого. Ну вот, все. Да блин, вы правда сидите на меня вдвоем, смотрите очень страшно. До Николая Второго. А я как на экзамене. Хватит, Мас, пожалуйста. Давай, ты у всех спрашиваешь, что такое краш, что такое кринж. Это я у Сереги буду спрашивать. Не надо. Хорошо, давай. Давайте, самая популярная тиктокерша в России. Дина Саева? Кстати, уже нет. Да? Лиза Анохина. Лиза Анохина. А, серьезно? Лиза Анохина. Лиза. А, точно, как же у меня вылетело из головы. А ты знаешь, вот новая сейчас тиктокерша появилась, Надежда Крупская? Лизка. Надежда Крупская. Буквально вчера с ней списывались. Это певица какая-то. Какая? Я говорю, сейчас новый тиктокер появился, Надежда Крупская. Серьезно? Да. Они с мужем выступают. Нет, я серьезно. Хватит. Давайте музыку слушать. Надежда Крупская, жена Владимира Крупского. Правильно, конечно. Слава богу, я вспомнил. А я-то тоже не буду. Нет, ну это можно. Хорошо. Ну чего? Муж Крупской кто? Крупский. Ну все, Сереж, полегчало тебе? Да, не то слово. Может, у нее девичья фамилия или псевдоним? Девичья фамилия была у него. У Владимира. Ульянова. Итак, во имя Надежды Крупской играет следующий трек. Ты знаешь трек, да? Ну что? Лап, 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 лап. Давайте только дождемся. Секундочку, не трогай, дяденьку, ему плохо. Подожди, мне плохо очень. Насколько я понимаю, там есть английская речь, да, и русская, но это вышаг, конечно, это из дробовика мне сейчас в голову выстрелили, просто вот так, хочешь, дослушаем, там еще контрольный есть. Там самый классный момент есть. Нет, Максим, я тебя тоже люблю, конечно, но... Ну давай, смотри, посмотри. Нет, там мат, там не надо. Нет, давайте уж послушаем, я хочу. Давай. Давай я включаю дальше, а мы пофлексим. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, 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 все. Скажите этим, сука. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Классная песня, да? Это... Федоршка, водочки, водочки принести? Нет, ну так, в принципе, развязать недолго. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, я, конечно, знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фу, масштабы-то катастрофы трагические, ну, лично по мне. Значит, что говорить? Я не знаю, что говорить. Хочешь, Аня скажет пока? Анечка, да, говорите, я пока отойду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что? Это новый трек Моргена и еще два чувака. А, это Моргенштерн. Да, это Моргенштерн. Я же говорю, одного вы знаете. Да, там один чувак, который Грэмми забрал. Да-да-да, Иманбек. Иманбек, да. Иманбек действительно получил Грэмми за кавер, за ремикс. Вот. Классный, талантливый казахстанец. Моргенштерн и также... Америкосы вот собрались как-то раз. Американский рэпер Фетти Уапп. Ага, я слышал его. И КДДК. КДДК. Похоже на название какого-то универмага в Германии. КДДК. Ну, такое КДДК. Лэк называется, да? Лэк, да. Вот сколько людей надо было собрать, чтобы написать этот шедевр. Не, ну это круто, что Морген делает фиты с иностранными исполнителями. Знаешь, как переводится Лэк? Нет. Это Лежи. Лежи или Лежи? Нет. Что такое Лежи? В Лежи. А. Я понял. Я-то думал обычно так. Лежать в смысле горизонтально и... Нет, я понял, да. Просто я бы и так это изобразил, а ты вот так почему. Ну, как, что... Ладно, все, ладно. Кто на что учился. Я понимаю, я ждал этого. Итак, Ли, Жи, Лэк. Я понял. Название видно пришло. Для вас. Для вас. Для вас. Браво. Браво. Ты учишь себе с друзьями. Это такая музыка, ее слушать либо на тусовках, либо в машине. Вот. Ты что на тусовках слушаешь? Ну, не это точно. Ну, хорошо, в тачке с друзьями. Что включишь? Хорошую, качественную электронную музыку. В тачке с друзьями электронную? Да. Ну, я с друзьями в тачке не езжу. Почему? Ну, потому что нахер они мне там нужны. Я слушаю Сайтранс, я слушаю Техно, Брейкбит. Ты можешь любые сочетания слов называть, я это ничего не знаю. Ты ничего не понимаешь, да? Ну, и классику очень люблю. В смысле? Классическую. Ну, а совсем? Да, да. Эдвард Грик, в смысле? Туда? Ну, почему Гайден я очень люблю. О, Гайден прям основоположный. Йосиф. Петр Ильич, Щековский. Куда без него. Кто твой любимый классик? Ну, вот из композиторов. Ну, я не слушаю, но я знаю эти имена, конечно же. Вот. Ну, это уже, как говорится. А, ну, то есть те, которые назвал сейчас. Да, Чековский. Кто первый был? Гайден. Гайден. А, Гайден, ну, вот это уже что-то посложнее. Вот. Это не русский. Диджей Гендель. Не то слово. Мне совсем нет. Он немец. Да. Йозеф Гайден, по-моему. Йозеф, Йозеф. Да нормально, чего? Ну, там Бетховен тоже вот есть тоже. Это не собака. А, ты не обязана. Да мы знаем. Ты знаешь Эманбека, Моргена, и хватит. Итак, оценки. Ань, твоя оценка. Это крутая танцевальная музыка. Это Морген, поэтому 9. Это Морген, значит, 9 сразу. Ну, у Сережи, видимо, все наоборот. Я поставлю 5. А, ну, просто 5. Стаски повышаются. Итак, 9, 5 и мнение из народа. Меня зовут Лариса. Я пенсионерка. Я неплохо отношусь к тому, что берут старую песню и делают на нее новый крык или обработку какую-то. Самое главное, чтобы это было сделано профессионально и качественно. Прослушая эту песню, я считаю, что некачественно, потому что не понять слов. Я отрицательно, ужасно отношусь к тому, что сейчас в песне звучат нецензурные слова. Это ужасно. Разве в нашем русском языке мало хороших слов без мата? Я этой песне ставлю ноль. Мне лично не понравилось. Ноль этой песни. Ну что? Ну, это логично. Это бабушка. Я могу сказать, что впервые человек из народа ставит такую оценку. Ноль. У нас даже единицу, по-моему, не ставил никто. Вот так. У меня была мысль, но... Сереж, расцелуешь потом эту женщину? Ну, да. Ну, на счет расцелу я не уверен, но что-то скажу. Но если бы моей бабушке Моргенштерна поставили, она бы, наверное, так же отреагировала. Не, ну, слушай, моя бабушка там и дедушка в свое время, когда я слушал Ди Пешмот, тоже они крутили пальцем в веско. Ну, и вот. Всегда старшее поколение не понимает, младшее. Если я что-то не понимаю, это не значит, что это плохо. Вот и все. Итак, 9, 5 и 0 от зрителя, поэтому 14. К сожалению, этот коллектив, сводный коллектив, не залетает к нам в чарт. Ну, прости, Морген, бабуля тебя слила. Что-то криминалит. Как мы дедали здесь? Сереж, там впереди самое смысловое. Что же я тебе сделал плохого, ты не понимаешь? Как у тебя там темпоритм, сердце, кардио? Нормально, нормально. Все хорошо, да? Да, я дыхательную гимнастику сделал. Ну, у тебя, Аня, тоже все прекрасно. Отлично. Аня Покров, Сергей Бурунов, это музыкалити. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, останавливаю? Останавливаю? Сейчас. Ну, красиво, да? Очень красивый голос, но очень, правда, однотонно, не знаю, я просто не люблю. Я если слушаю в наушниках грустную музыку, то это скорее какие-то другие девочки, типа Мари Гу, Ася. Очень красивый голос, но по мне я прям вот в наушниках, если спать, засыпать под нее, то круто. Ну, такая же песня тоже нужна? Такая колыбельная. Ну, соглашусь с Аней, тембр очень красивый у исполнителя, у исполнительницы. Не разобрал я слов. Опять? Да. Я тоже слов не разобрала. Может быть, это какая-то техническая проблема сейчас со сведением голоса и когда там делают мастеринг. Не совсем понимаю. Что-то надо с этим делать. Ну, там же были какие-то слова. Они же создают... Ну, я вот уже обрывки фраз я слышал, да. Они уже создают настроение. Настроение нет. Ну, слушай, а музыкальный вот темп такой вот... Очень романтично. Это вообще отличная песня, мне кажется, для секса после сорока. Да, романтичная, возможно. Не пробовал вот такую музыку. Я думал, не пробовал после сорока. Нет, пробовал. Пробовал, пробовал. Дважды, да. Ну, почему же? Я тебя тоже люблю. Да, ну, давайте прочтем, кто же это был. Это Надя. Композиция «Рыцарь». А за сведение то самое отвечал Витя Исаев. Видишь, продакшн by Витя Исаев. Это Витя Исаев, если не ошибаюсь. Это муж Монеточки. Это не супруг Монеточки? Да. Ох, как я сейчас поссорился со всеми. Ну, ладно. Ну, ладно, чего. Витя, будет отдельный разговор с тобой. Витя в музыкальном плане сходил налево. К Наде. Ну, ничего страшного. Ну, что ж. Аня, знаешь ли ты Надю? Нет? Монеточку знаю, Надю нет. Ну, я говорю, голос очень крутой, правда, но мне прям скучно. Она скучная достаточно. Вот. Ну, не знаю, мне стыдно. Но я бы... Говори, как есть чего. Какую оценку ты хочешь поставить? Я, наверное, поставлю, там, 4 балла. Чисто потому, что мне не сильно зашло. 4 балла от Ани. 8 балла от Ани. Она очень, очень красивая мелодия, очень атмосферная и прекрасный тембр. Ну, и Витя Исаев, я думаю, что я... Не хочешь ссориться с ней? Нет, я не хочу не то, что ссориться, нет. Я знаю просто Витю, он очень талантливый человек, просто мне нужно ее послушать до конца. Может быть, это проблема в колонке. Мы не можем их обвинять. Это святое. Кого? Колонки. Не можем? Нет. Они православные? Почти. Понятно. Так, ну, а творчество Монеточки тебе нравится, да? Да, очень. Это потому, что вы вместе снимали? Ничего подобного, нет. Ну, вместе мы снимались, мы как бы ближе познакомились. В плане музыкальном и то, что она делает, мне очень нравится. Ну, то, что они с Витей делают. А как актриса? Как она тебе? Она молодец. Ну, как бы, я считаю, что она совершила подвиг, потому что попасть сразу и совершенно из другой индустрии в кино, и на роль, и в такую команду, и в такой сложный проект, ей, конечно, было, я видел, на первых порах тяжело, но она все сделала правильно. Она молодец, она очень сильный человек. Аня, ты мечтаешь сыграть в кино? Ну, было бы круто. Да, я смотрела фильм, Монеточка вообще. Это дебют у нее был, получается? Да, да. Нет, клевый, клевый. Лиза, молодец, привет. Понятно. Хорошо, Сереж, а как ты считаешь, можно ли как-то образовывать молодежь музыкально? Конечно. Ну, чтобы их вкус повышался? Что нужно? Например? Слушать лекции и внимательно Михаила Семеновича Казинника. Это кто? Расскажи. То есть я знаю, но ты расскажи зрителям. Это величайший, на мой взгляд, я считаю, педагог, музыкант, популяризатор классической музыки. Он разработал собственный метод обучения детей. Вот, есть школа Михаила Казинника, какой-то волновой метод специальный, он соединяет музыку, предметы разные. В общем, это гениальный абсолютно человек, который раскрывает смыслы в такой достаточно увлекательной игровой манере. Он очень светлый человек, на самом деле. Если будет возможность, посмотрите обязательно. Раскрывает те смыслы в литературе и в музыке, которые закладывали туда авторы. Потому что мы в школе, как правило, это проходим. То есть проходить, это значит проходить мимо. Мы не изучаем то, что, как должным образом, как это должно изучаться. Ну, я к примеру привел, что можно послушать Михаила Семеновича Казинника. Аня, как у тебя с лекциями, Михаил Семенович Казинника? Ну, пока никак. Очень рекомендую. Но с завтрашнего дня обязательно в наушничке. Слушать классическую музыку, читать классическую литературу. Вот, чтобы я порекомендовал молодежи. И мы придем с Сережей проверим, учти. Хорошо, ждем в гости в Dream Team. В TikTok House, да. Ну что, вы поставили свои оценки 4, 8. Давайте послушаем мнение зрителей. Йоу, всем салют. Меня зовут Леша. Я из Новосибирска. Включайте ваш трек. Мой одноразовый друг В небе вечернем искрится, Но растворится, Но растворится К утру Песня очень мелодичная. Прям берет за душу. То есть я, когда ее слушаю, понимаю, что это что-то больше, чем просто песня, целая композиция. Девушка, наверное, так, как бы открывает свои чувства данной песни, данные слова, данный текст и тому подобное. Поэтому я думаю, что все-таки она пытается нам донести этой композиции. Что-то более душевное и глубокое. Я ставлю этой песне 8 баллов, потому что, когда ее слушаю, я в какой-то степени чувствую эту песню, чувствую ее голос. Поэтому вполне заслуженный балл. Песня очень хорошая. Рекомендую. Ну вот, Сережа, он очень правильно сказал, я забыл, да, она очень чувственная. Вот, романтичная песня. 8,8 и 4, это 20 баллов. И песня попадает на последнее место нашего чарта. Просто цепляется, как в фильме «Скалолаз». Так, ну что? Класс! Ну я переживаю, но тебе не грустно ничего? Нет, нет, не хорошо. Ну что ж, друзья, у нас осталась одна песня. Переживет ли ее Сергей Бурнов, узнаем прямо сейчас вместе. Рэй Вон. Вечер, вечеринка, танцуют половинки. Одеты все с иголки, брюнетки и блондинки. А пацаны не в танцах, хары уже стеснятся. Девчонки-зажигалки, хум-пати до утра. В дыме кальяна, от звука и фортепиано. Немного пьяный, скажу тебе я прямо. На этой пати хочу слышать твой смех. Пойдем со мной танцевать под руки вверх. Ай-яй-яй, щепчу тебе, родная. Ай-яй-яй, о имени не знаю. Ай-яй-яй-яй, откуда же ты такая? Были. Моя малая. Ай-яй-яй, щепчу тебе, родная. Ай-яй-яй, о имени не знаю. Это Серёжа Жуков, да? Это его песня. Это Вован. А, это ремикс. Это Вован вместе с группой «Руки вверх». То есть это фит. Я бы не сказал, что это ремикс. Фит. Ну, а не вместе с Вованом. А Вован это? Вован это из реальных пацанов. Ты помнишь? Он поёт. Вован, да? Он актёр и стал петь сейчас. Подожди, Вован это кто в реальных пацанах? Муж Крупской. Господи, зачем? Да что ж ты насыпаешь всё? Сейчас. Как зовут-то его? Кого? Актёра-то? Вован. А фамилия? Может, что-то путаю? А фамилия у него как? Лысый такой. Селиванов. А-а-а. Вован Селиванов. Слушай, я не знал, что он так поёт. Я ставлю 10. Ну что? Чего вдруг? Что случилось? Ну, во-первых, руки вверх. Это моя юность. Сергей Жуков. Сергей Жуков. Серёжу я прекрасно знаю. И теперь ещё и Вован меня удивил. Всё, 10. Просто ты тянешь корешей сейчас, да? Нет. С этой песней у меня много чего связано. А, да? Да. Прямо под неё? Ну, не только под неё. А, ты представляешь, под неё? Ай-яй-яй. Шепчу тебе родная, да? Да. Так, хорошо. Песня вышла, кстати, в 2000 году, оригинальная вот этой. Ты же... В 2009 родилась. А-а-а. Успела. У тебя уже год был. Мне руки вверх, и мы её слушали. Я думал, ты прям под неё родилась. Ага. Да, всю жизнь слушали. Ну, хорошо. Ты 10 баллов. Да, конечно. Ань. Ну, по мне, так, оригинал всё равно круче. Вот. Но это руки вверх, поэтому 9 баллов. Какие вы щедрые, прям молодцы. Ну что, давайте послушаем, что скажет наш зритель. Всем привет. Меня зовут Александр Лежнин. Я предприниматель из Екатеринбурга. Мне 26 лет. Включайте ваш трек. По-моему, это «Руки вверх». Очень сильно похожи. Вообще, по-моему, да, это не какая-то современная, видать, обработка. Мне очень понравился качёвый трек. Я очень рад, что сейчас в современном мире соединяются «Старая школа и новая» и делают современный весёлый продукт. Я этому треку ставлю с 10 из 10, потому что я очень рад, что объединились две школы, и мы можем заново в новой обработке слушать нами любимые треки. Вот как! Офигеть! Да, и так, 29 баллов! Ну, это серьёзная заявка. 29! Неожиданно! У нас уже столько-то было у скриптонита, и больше даже было у скриптонита, 30 было. Почему бы такое, типа... Так, ну что? На самую вершину поднимается этот трек. К сожалению, мы прощаемся сразу с двумя исполнителями, которые занимали последнее место. Да? Попрощайся с Витей. Да что, мы увидимся. Ну, криминалит. Кажется, кажется. А что ты говорил, там, краш, это я слышал. А второе, что ты... Кринж. А это что? Кринж — это вот когда ты такое лицо делаешь, вот когда тебе трек не нравится, вот это кринж. Ну, в смысле, твоё выражение выражает кринж. Всё. Короче, испанский стыд, знаешь? Слушай, вы прокачали меня сегодня. Ты можешь, кстати, ты, кстати, можешь к своим неосведомлённым коллегам по кино подходить, там, на Кинотавре. Подходишь прям так, смотрел, ребята, вашу премьеру. Кринжуха. Кринжуха. Да, ещё. Главное — улыбаться. Понимаешь? Хорошо, я проверю. Поздравляю. Я попробую. Поздравляю, ребята. Это кринж. И они, спасибо, спасибо. Да, и Сильянов, и Михалков. Я проверю, проверю. Спасибо, спасибо. Спасибо. Да, низкий поклон. Ну что, всё, как пуля пролетела в сегодняшние наши передачи «Музыкалити». Я думаю, что этот выпуск попал в самое сердечко наших слушателей, наших зрителей. Ну, посмотрим. У каждого в своё сердечко. Лицо Серёжи нарежут на мемы. Итак, смотри, Серёж, я тебе поставил пять треков сегодня. Да. И хочу от тебя, чтобы ты одним словом обрисовал то, что ты услышал. Тремя словами скажу. Тут там, давай. Учиться, учиться, ещё раз учиться. Как завещал великий Владимир... Ленин. Ленин. Да Крупский ты что? Да Крупский он же. Да, станьте. Конечно. Итак, сегодня с нами были очаровательная Аня Покров, Бесподобный Сергей Бурунов. И это было их мнение о тех треках, которые мы им поставили. Пишите в комментариях ваше мнение о музыке, которую мы сегодня слушали. И увидимся здесь, в студии «Музыкалити». Смотрите, что слушаете. «Музыкалити». «Музыкалити». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова» «Музыкалити». «Музыкалити». Продолжение следует...